Свободный диалог, встреча руководства района с жителями различных поселений, пожалуй, яркая иллюстрация открытости власти. Мероприятия, на которых абсолютно любой участник может задать интересующий его вопрос руководству района. Получить необходимую информацию проходят регулярно. Если есть вопрос, не стесняйтесь, приходите, пожалуйста, вправо-влево к микрофону. Задавайте, поверьте мне. Ни одна проблема не останется без ответа и без воздействия страны, района и местной власти. Здесь надо другого уровня, конечно, выйдем на другого уровня. В Мунине на встречу пришли более 250 человек. У многих было, что спросить у руководства района. Основная тема перспективы развития поселения. И здесь один из главных документов – генплан. Публичные слушания по проекту генерального плана прошли несколько месяцев назад. Тогда жители высказали ряд замечаний и предложений. Пять месяцев назад мы провели на самом деле публичные слушания. Было целый ряд вопросов, замечаний и предложений, которые абсолютно все до последнего замечания были отправлены в главную фруктуру Московской области, тот же заказчик. Все замечания, которые были здесь высказаны, все нежительные, то есть все эти замечания были направлены в Московскую область. Среди особо актуальных вопросов – реализация в поселении региональной программы по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков, в рамках которой предполагается замена большого объема коммунальных сетей, ремонт объектов ЖКХ, культуры и спорта, а также благоустройство зоны рекреации. Мы хотели услышать точные цифры и суммы, которые идут на реконструкцию дома офицеров, на установление поселения, на парк, сроки, когда это будет реализовано, и роль общественного контроля в этой программе. На капитальный ремонт дома офицеров – 250 миллионов. На бассейн в этом году выделено 300 миллионов. Я называю самопутную цифру – 285 миллионов субсидий области, 15 миллионов с финансированными бюджетными ремонами. На парке здесь, насколько тяжелее условия, уже деньги поступили на счет с бюджетного поселения более 200 миллионов, 10 миллионов у нас, 20 миллионов. В этом году мы надеемся, парка смоет в дню города. Волнует население судьба музея ВВС. Не так давно общественность будоражила информацией о том, что экспонаты перевезут на новую площадку – в парк «Патриот» в Кубинке. Однако на встрече заверили – музей останется на прежнем месте. Музей известен во всем мире, гордость России, Келковского района в том числе. Последние пять лет – постоянные нападки, попытки. Музей куда-то перевезти, перебросить. И сейчас это не прекращается. Мысль о том, что его не будет на этом месте, по-моему, перестала летать в уме очень высоких наших лет. Единственное, вдруг, если здесь есть тублирующие какие-то экземпляры, я их оттуда заберу. Остальное останется на этой земле. Также на встрече обсуждался и ряд других вопросов. Капитальный ремонт домов, работы управляющих компаний, состояние лесного массива в поселении и другие. Встреча прошла эффективно, диалог получился конструктивным. Мы немножко продвинулись вперед. Раньше у нас хуже было, сейчас уже лучше. Я думаю, что если чаще будут проезжать, еще лучше будет. Мы на то и открытая власть, мы приходим и видим реакцию. И положительную, и отрицательную. Потом, соответственно, эту реакцию регулируем так, чтобы люди были довольны по нашей работе. Здесь очень много в Монино делается, очень много, для того, чтобы жизнь стала лучше. Поэтому и реакция отменяется, становится более спокойной. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».